Здравствуйте дорогие друзья! Это программа Сад и Огород, а я ведущий Сергей Нориков. Вот вы меня спросите, а что я делаю сейчас в своем саду и огороде рядом с мангалом? А я вам отвечу. Я готовлю самое полезное и экологически чистое удобрение для растений. Это древесный уголь. Но прежде чем он прогорит, я познакомлю вас с другими работами, которые необходимо прямо сейчас провести в своем саду и огороде. Поэтому мы начинаем новый эфир с того, что я иду к теплице и занимаюсь посадкой картофеля. Время пришло. Я с первого же момента покупки своей дачи знал, что всем растениям на моей участке будет непросто. Почему? Да потому что часто они переносят многочисленные переезды. Вот и сегодня я займусь пересадкой можжевельников только потому, что пришло время сажать картошку. А здесь они временно. Но тем не менее я хочу, чтобы эти растения сохранили свою жизнь, здоровье и красоту. И поэтому пересаживать их буду по правилам. А вот какие правила, вы прямо сейчас и узнаете. Если, конечно, до этого их не знали. Первым делом я подготовлю то, во что будет пересажено мое растение. Вот я покажу вам сейчас можжевельник, который здесь у меня распластался по земле. Это действительно такой вид его. Он красив, наверное, на альпийских горках будет, поэтому я его использую потом для оформления этого участка своего сада. Посмотрите, какие красивые ветви. Они стелятся по поверхности земли. Это прям-таки почвопокровный можжевельник. А самое главное, его при пересадке нужно взять с большим достаточно комом земли. Поэтому посадочную ёмкость, пусть даже и временную, я взял достаточно большого диаметра. А теперь посмотрим, где располагается корневая система этого можжевельника, окопав его с разных сторон. Можжевельники это хвойные растения, которые развивают очень мощную корневую систему, которая не только глубоко уходит в почву, но и распространяется вширь. И важно как раз при пересадке взять максимальную, максимальный объем почвы, который вокруг корней хвойных растений. Вот я сейчас попытаюсь сделать пробный копок и посмотреть, не будут ли повреждены корни при пересадке. Вот как раз приподнимая ветви, мы можем и обнаружить, где находится основной корень и большая часть ответвлений. Второй сезон. Этот можжевельник находится здесь. Он был закрытой корневой системой, он был в горшке и при посадке у него корневая система была очень в ограниченном объеме земли. А теперь, по прошествии двух лет, ну посмотрите, это только часть корней, которые за это время проникли в почву. Ну-ка, иди-ка сюда. Можжевельник. Опа. Еще не все. Еще не все. Нужно с этой стороны приподнять его аккуратно. Вот он. Смотрите, какой красавец. Правда, мне нужно чуть больше почвы положить сюда, в посадочную емкость, чтобы он не провалился. При посадке любых растений важно не улыблять место корневой шейки. Это важно для всех деревьев, чтобы растение в будущем не болело. Расправляем корни в емкости, чтобы ни один не был на поверхности. И теперь со всех сторон плотно набиваем ту почву, которая росла возле корней. Конечно, подобная пересадка — это травматичная процедура для можжевельника, да и для любого растения также. Поэтому для того, чтобы снизить риски при жевании на этом месте, а это опять-таки место временное у можжевельника, я буду использовать средства, которые помогут сохранить корневую систему в целости и сохранности, быстрее растению развить мощную корневую систему и укорениться здесь. И для этого я использую специализированное средство, которое называется «Коренник» от компании «Аграсим». И этим средством для меня лично очень легко пользоваться. Посмотрите, в пакетике находится 10 граммов вещества. Растворяется для укоренения растений это средство в соотношении 1 грамм на литр. В этой лейке 10 литров, здесь 10 граммов. Это значит, что пакетик этого средства я растворяю в лейке воды. Ну и все, действующий раствор готов. Нужно только немножко встряхнуть лейку и поливать. Этим средством мы никогда не обожжем корни растений, потому что это аналог натурального вещества, который помогает полностью корневой системе восстановиться быстрее. Можно даже поливать по хвой, ничего страшного не будет. Только запомните главную вещь. При пересадке любого растения не ставьте его на открытое солнце, потому что корневая система поврежденная, она не успевает и не может сосать необходимое количество влаги, которая испаряется с поверхности листьев или хвои. И очень часто при пересадке высаженные растения в открытый грунт страдают от этого и погибают. Поэтому я воспользуюсь тем, что это растение сейчас находится в закрытой емкости. Хорошенько полить. Обязательно полить, чтобы промочился весь ком земли до основания. Дождаться, пока вода полностью впитается и полить еще раз. Для того, чтобы это растение укоренилось и выжило, я использую еще один способ. Сверху, прямо по хвои, я его прикрою нетканым укровным материалом средней толщины. Белым. Для того, чтобы не происходило испарение воды с поверхности хвои и растение быстрее прижилось. Каждое растение требует к себе особого внимания. Но если вы не знаете каких потребностей то, что будет расти у вас на участке, используйте универсальное удобрение. Я, например, использую удобрение фертика. Его очень легко применять на участке, где будет расти картошка. Потому что... Сейчас я открою и покажу вам, что находится внутри. Внутри находятся вот такие гранулы голубого цвета. И дозировка их в сухом виде на участке состоит в следующем. 20 граммов удобрений – это спичечный коробок. Горсть – это 3 спичечных коробка. 60 граммов – это то количество средства, которое мы используем для подкормки одного квадратного метра земли. Вот у меня здесь один квадрат, второй квадрат. И сейчас готовится к подпосадке третий квадрат. Вот я как раз три горсти удобрения фертика использую на месте, где будет у меня расти картошка. Для того, чтобы удобрения в сухом виде начали работать, их можно либо растворить, либо использовать в сухом виде при перекопке почвы. И потом, после полива, они начнут медленно растворяться, передавая все самое ценное корням растений. Поэтому этот участок я перекапываю на штык лопаты только потому, что будет здесь расти картофель. Прежде чем сажать картошку, нужно выбрать лучшие сорта ее. Например, мой участок совсем небольшой, поэтому я выбрал самые-самые лучшие и подходящие для меня два сорта. Во-первых, очень вкусные, во-вторых, необычные, а в-третьих, они у меня будут на участке выполнять еще и декоративную функцию. Это два сорта от компании Сидек – Триумф и Гурман. Для того, чтобы вы поняли, в чем преимущество этих сортов, мне нужно будет провести вскрытие клубней. Вот первый клубень я возьму самый крупный – сорта Гурман. И я вам сейчас объясню, и вы увидите, почему он Гурман. А вот и секрет. Картофель этого сорта содержит огромное количество антиоксидантов. Это вещества, которые препятствуют преждевременному старению организма. Антиоксиданты содержатся здесь не только в кожице. У картофеля очень часто бывает фиолетово-окрашенная кожица – кожура. А внутри, посмотрите, мякоть полностью пронизана этим фиолетовым цветом антиоксидантами, которые не только выполняют лечебную функцию, но и вкусные эти картофелины. Его можно использовать, этот сорт Гурман, и просто в салатах в сыром виде. И самое главное – кожура с него легко снимается. Посмотрите, какая яркая окраска у этих клубней. Ну, одно удовольствие. И что еще интересно, например, для меня. Этот картофель в сыром виде вкусен, хрустящ, в общем, они большие плюсы. Это Гурман от Седек. Положил сюда. И второй сорт, который я выбрал – это Триумф. Открою картофелину, разрежу ее пополам. Вы спросите, ну и в чем же здесь Триумф? Мякоть желтоватая, картофель среднего размера. А все дело в том, что этот картофель оптимально реанирован под наш непростой климат. Он в любом случае удастся. Картофелины будут ровные. В каждом гнезде это, под каждым растением будет много картофель. И они будут все выровнены по размеру, что очень важно. Не будет мелкой картофелины, которую мы используем часто под посадку, и крупной. Все картофелины ровные, красивые, мякоть плотная, сочная. Этот картофель, по-моему, идеален для приготовления и для выращивания. Поэтому именно эти два сорта – Триумф и Гурман – я выбрал для своего участка. А я потом еще не случайно сказал, что использую их и в декоративных целях. У фиолетового картофеля и цветы, и стебли будут отличаться от белого картофеля. И я, пожалуй, фиолетовый картофель сорта «Гурман» посажу по заднему плану. А Триумф посажу спереди. И буду гордиться этими сортами и удивлять своих соседей и друзей. Для того, чтобы моя картошка была здоровой и не поражалась разными гнилями, я использую средство, которое применяется прямо сейчас, до посадки картофеля. Правильно использовать средство «Антигниль» от компании «Аграхим» следует способом, о котором я расскажу. Внутри упаковки находится вот такой пузырек. Этот пузырек, который находится внутри бумажной упаковки, содержит 25 миллилитров действующего вещества. 25 миллилитров используется для разведения в одном литре воды. У меня здесь пол-литра, поэтому половина пузырька я растворяю в опрыскивателе. С помощью средства «Антигниль» и опрыскивателя я наношу раствор на поверхность клубни, которые должны быть покрыты этим раствором примерно на две трети. Лучше, если обработать картофель полностью. Я не стал даже выбрасывать те картофелины, которые вам демонстрировал, потому что даже вместо срезов мы обработаем этим средством, и они не будут поражаться гнилью. Только нужно будет немножко дождаться, когда картофель подсохнет, примерно на 15 минут, и на поверхности начнет образовываться пробкое вещество, которое будет препятствовать и дальнейшему проникновению вредителей и болезней внутрь наших клубней. Поэтому я провожу обработку и забываю о картофеле на 15 минут. Все остальное средство сделает из-за меня. Оно продезинфицирует и предохранит мои клубни от заболеваний. Современная дача — это всегда знание, техника и технология. Ведь без техники обработать даже небольшой участок своей дачи очень сложно. А вот когда открываешь коробку со средствами обработки, вернее, с техническими средствами, которые нужны на даче, то вот тут часто встаешь в тупик. Как начать работать с инструментом, не зная, как его собрать? С этим вопросом мы обратились к Маргарите, представителю компании «Лама Торф». Маргарита, добрый день. Добрый день. Вот многим покажется странным, что я к тебе, как к женщине, обращаюсь с технической стороны. Как работать вот с этим ранцевым опрыскивателем? Да это очень просто. Подожди, просто понятно. А вот как ты дошла до этого? Ну, во-первых, дачный участок требует у нас не только подкормок, но еще и обработок от вредителей, болезней и сорняков. А тут ранцевый опрыскиватель нам будет как нельзя кстати. А почему ты решила сегодня продемонстрировать именно этот аппарат? А потому что у тебя вот есть прекрасная дорожка, но между ней растут сорняки, и мы ее сегодня обработаем, чтобы они не росли. Хорошо. А часто задают те вопросы, как собрать этот аппарат? Да, вопрос возникает этот довольно часто, к нам обращаются каждую неделю с этим вопросом, и поэтому хотелось бы показать, как его собрать. На самом деле это очень легко. Маргарита, вот мне кажется, вот с вопросом техническим, да, чаще всего обращаются к мужчинам, но гораздо понятнее объяснить женщина, как с этим работать. Да, я после сборки напрыскивателя поняла, как можно подключить насосную станцию. Маргарита, с чего начинается знакомство с этим аппаратом и его сборка? Знакомство с аппаратом начинается с того, что его нужно открыть. То есть мы открываем коробочку и видим в ней только запчасть от шланга, да? Что это, подожди? Это, наверное, труба, да, для... Да, для того, чтобы ее держать. Да, посмотри, какая интересная вещь. Проходи, проходи. Достаем и видим вот такую вот серую штучку, она нам очень нужна. Это штучка, которая в первую очередь падает на землю и теряется. И теряется, да. А для чего нужна она? Она нужна для того, чтобы прикрепить нам ремни. Ой, там еще и... Ага. Да. Ремни крепятся довольно-таки легко. Как у нас... Это, кстати говоря... Давайте положим на живот наш аппарат и обнаружим с обратной стороны его. Да. Как называется? Это, наверное, удобное средство... Вот это чаще для того, чтобы удобно лежало на спинке. То есть это рюкзак. Да. По сути, эта конструкция крепится как рюкзак. И надевается наш опрыскиватель ремни очень просто. Мы протягиваем вот этот вот хвостик. Хомутик. Хомутик. Вставляем ушки. Вставляем ушки и все. А потом ты покажешь еще раз. И все. И вот, вот с этой стороны он уже прекрасно держится. Идем далее. Идем далее. Что там еще внутри? Что-то гремит. Гремит у нас ручечка, инструкция, запчасти и, собственно говоря, то, из-за чего наш опрыскиватель очень интересен. Опрыскиватель аккумуляторный. Ага. То есть, чтобы пользоваться, мы должны его зарядить. А что дает электрическое оснащение? Вы чаще всего взял такой опрыскиватель помповый, накачал, поддал давление и все, пошел работать. А электрическое оснащение дает то, что оно держится, во-первых, намного дольше, чем при помповом опрыскивателе. Ага. Вот таким опрыскивателем мы сможем опрыскать практически весь огород до шести часов работы. Прежде чем мы опрыскаем, мы прикрепили лянки. Да. А вот внутри обнаружилась еще куча всяких приспособлений, которые нужны нам тоже. Ой, еще вот что есть. Да. Это у нас ручки. Это распылитель, который крепится на кончик штанги. На кончик штуцера, да. Подожди, подожди. Я внутри вижу еще вот такие замечательные штуки. Я знаю, для чего нужны вот такие зелененькие прокладочки. Они нужны для того, чтобы действующее вещество при опрыскивании не выходило за пределы. Место сочленения трубочек и распылителей. Вот мы его тут собрали. Ага. Теперь у нас есть вот эта замечательная часть. Туда тоже надо положить один из видов. Да, возможно. Перед тем, как я этот пакетик положу в коробочку, в котором лежал этот распылитель, опрыскиватель точнее, я обнаружил еще вот такую желтую штуку. Вот чаще всего, когда люди читают инструкцию, они думают, что это какая-то ерунда. Ее можно выбросить спокойно. Вот ты для чего бы ее использовала? Она нужна для того, чтобы нам вставить ее сбоку вот здесь вот. И для того, чтобы на нее потом крепить штангу. Это чтобы мы не думали, что штанга будет болтаться за вами на резиновом шнуре. Тут все продумано. Штанга закреплена. Но мы еще не собрали ее до конца. Нам осталось соединить шланг, собственно говоря. Маргарита, получается, наш опрыскиватель готов к использованию? А стоит тут вот ситечка поставить. Это, я думаю, каждый догадается, что он вставляется сюда для того, чтобы какой-то мусор не попал с ветром. И не засорил нашу штангу. Это самое главное. Ну и крышка. Да. А что еще? Ну опрыскиватель-то у нас электрический и аккумуляторный. Значит, надо зарядить перед использованием аккумулятор. А где он находится вот в этом опрыскивателе? А в этом опрыскивателе вот есть такое замечательное место. Вот тут, кстати говоря, как раз вот кнопочка включения. Открываем крышечку, и здесь находится аккумулятор. Но у нас он уже стоит на зарядке. Правильно мы поступили. Да, вот конкретно у этой модели опрыскивателя, который 10 литров, а мы когда зарядим аккумулятор, он у нас отработает до 4 часов. То есть 4 часа гарантированно отработает. Мне больше и не надо. Пока наш аккумулятор заряжается, мы зарядим сюда средства, которым будем обрабатывать с Маргаритой дорожки от сорняков с помощью средства Спрут Экстра от компании Щелкова Аграхим. Дело в том, что с препаратами этой компании мы работаем очень часто. Спрут Экстра – это прекрасный гербицид так называемого сплошного действия. Подожди, сплошного действия – это отдельный эпитет? А что такое гербицид? Гербициды – это средства, которые помогают нам бороться с сорняками. Не выдергивая их. Не выдергивая, мы либо опрыскиваем почву, либо опрыскиваем сами растения. Как действует? Действует механизм действия у гербицидов разный. В принципе, все они по классификации относятся к регуляторам роста. Но есть у нас стимуляторы роста, которые рост стимулирует. А есть, грубо говоря, те, кто его угнетают. Вот гербициды относятся к тем, кто его угнетает. Ага. Значит, мы подкармливаем культурные растения и угнетаем сорняки. Да, в данном случае вот этот препарат у нас – это гербицид сплошного действия. Что такое сплошного действия? То есть он действует по всем видам растительности. Сорняки у нас делятся на однолетние, многолетние… Однодольные и двудольные. Однодольные и двудольные, да. Соответственно, каждый вид гербицидов… Гербициды сплошного действия действуют на все виды растительности, включая древесную и кустарниковую. Поняла? Вот. То есть прекрасным вот этим препаратом спрут экстра. Если мы захотим избавиться от нежелательного дерева или от нежелательного куста… Даже дерево? В принципе, в самых высоких концентрациях этот препарат… И можно обработать абсолютно-абсолютно все. Ты знаешь, я, конечно, верю всем специалистам, но специально прочитал на обратной стороне упаковки дозировку, которая поможет мне работе именно на моем участке. Да. И она, эта дозировка, гласит… Послушай меня. Нужно разбавить… Вернее, это растворить 25 миллилитров средства, а эта упаковка как раз и содержит 25 миллилитров средства, растворить в трех литрах воды и опрыскиваем сорняки в период вегетации. То есть сейчас? Да. Суть этого препарата такова. Действующего вещества – препарата спрут экстра. Но мало того, что по действующему веществу спрут экстра – один из самых концентрированных препаратов. Нужно попасть на отрастающие сорняки, когда они находятся размером где-то 10-15 сантиметров. В чем суть? Это препарат так называемого системно-контактного действия. То есть он работает… Для того, чтобы он сработал, он должен попасть… По системе Станиславского, наверное. Конечно, да. Вот. Чтобы сработать, он должен попасть на само растение, то есть на листья. Через листья он проникнет внутрь растения, распределится по сосудистой системе, и тогда уже будет воздействовать на корни растения. Механизм действия у меня понятен. Теперь мы разводим это средство. Согласно инструкции, открывая упаковку и доставая пузырек, который содержит 25 миллилитров средства, добавляем в наш ранец и разводим водой 25 миллилитров действующего вещества на 3 литра воды. Да. 3 литра воды, легким движением руки, из этого ведерка, которое я специально подобрал подсветку моему распылителю, заливаем… Как называется? В рабочий отсек? Заливаем, да. В рабочий полдень, в рабочий отсек. Наш опрыскивать. Есть. 3 литра. Да. Теперь это мы можем перемешать. Я все сделал неправильно. Вот смотрите. Первым делом, прежде чем наливать воду, а в ней могут находиться всякие пылевые частицы, которые загрязнят… Надо было поставить ситечко. Ситечко. А мы его не поставили. В лучших домах Европы принято разливать воду через ситечко. Так. Да. Маргарита, осталось только взять заряженный аккумулятор, оценить его от плока питания… Вставить его на место. И можно теперь надевать его. И это лишь в очередной раз доказывает, что женщина, которая решила уничтожить все на своем пути… Да. …способна на все, и у нее нет никаких преград для этого. Да. Ты похожа на охотницу за привидением. Через три дня обработанные листочки начнут желтеть и засыхать. Маргарита, спасибо тебе большое за обработку от сорняков моей дорожки. А я пойду к своей картошке. Я решил, что на моем участке два сорта картофеля – фиолетовый и белый – будет посажен в два ряда. По заднему плану эффектный фиолетовый сорта гурман, а по первому – белый сорт триумф. И под эти сорта я не пожалел отвезти. Лучшее место возле теплицы. Я перекопал этот участок на глубину штыка лопаты. Теперь с помощью тяпки разбиваю коми земли для того, чтобы корням картофеля было легко проникать вглубь почвы. И теперь нарезаю два рядка. С помощью тяпки тоже легко делать. Раз, два и три. Ну и я готов к закладке картофеля в борозды, который я специально сделал. Помогай мне. Так, начнем мы с фиолетового сорта, который является гурманом. Между клубнями картофеля я буду оставлять примерно 35 см, для того, чтобы для каждого растения хватило необходимого питания. Раз, два, три, четыре и пять. И теперь эти клубни я аккуратно присыпаю землей. Когда вы видите корневища сорняков, непременно удаляйте их. Потому что они, прорастая, могут повредить клубни картофеля. И потом с ними очень сложно будет бороться. После посадки клубни картофеля, как и любой посадочный материал, нужно полить. Но я-то услышал прогноз погоды, что завтра будет дождь. Поэтому я закапываю клубни и жду чудес от природы. Ну а по первому плану у меня будет декоративно выполнять функции овощного растения. Картофель под названием «Триумф», с белой мякотью, вкусный и красивый. Коль уж у нас была одного сорта пять картофелин, я и другого сорта тоже пять картофелин положу. Раз, два, три, четыре и пять. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю загребать. Картошки мы вернемся, когда появятся всходы, но пока нужно заняться другим делом. Я сегодня удобрю почву и, конечно же, займусь плодовыми растениями, которые просто меня заждались. Фертика для посленовых – это профессиональное, полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы в хелатной форме. Имеет специальный, хорошо сбалансированный макро- и микроэлементный состав для использования при выращивании всех культур семейства посленовых, в том числе томатов, перца и баклажанов, в открытом грунте и в теплицах. Повышает урожайность, а также качество плодов. Применяется в виде водного раствора, как под корень, так и в качестве листовой подкормки в течение всего периода вегетации. Сад и огород – это, конечно, приятно. Особенно, когда он дает урожай, когда вы имеете все вкусные плоды со своего участка. Правда, нужно знать, как использовать все средства с умом и не переборщив, и не навредив себе. Это была программа «Сад и огород». Я, ведущий Сергей Новиков, прощаюсь с вами совсем ненадолго. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова